Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, уважаемые слушатели Да, действительно, это культурная среда Но вот сегодня еще, к сожалению, Елена Привалова Эпштейн не в студии Она находится в Москве на фестивале Органной музыки Но уже со следующей недели Обязательно обещала присоединиться И уже мы будем вдвоем вести эту программу Но сегодня мы, как всегда, поговорим об Афиши О ближайших концертах И также мы поговорим более подробно О осеннем фестивале камерной музыки И вот сегодня, как раз в связи с этим событием В нашей студии наш латвийский композитор И художественный руководитель этого фестиваля Артурс Маскс Да, здравствуйте Добрый день Я немножко сразу поправлю Потому что я в латвийском концерте Как программный директор Но программу вот этого камерного Прекрасного камерного фестиваля Очень-то много творческой энергии И такой продюсерской работы Наша Байба Курпнец Известный латвийский музыковед И она во многом участвует в этой программе И в этом фестивале И это уже стал таким знаменитым Таким событием Знаменитым концертной жизни Риги Именно в октябре Фестиваль Рижской камерной музыки Под патронажем Петри Саваско Знаменитого латвийского композитора И я очень рад, что я могу В какой-то степени тоже быть с ними вместе И участвовать тоже В выборе этой программы Ну и вот сейчас Когда мы говорим об этой программе Наверное, можно заметить Что каждый год находятся какие-то артисты Музыканты, которые приезжают даже к нам впервые Кто-то уже был И в принципе, вот насколько эта программа составляется Ну вот ориентируется на Может быть, старых добрых друзей На наших латвийских исполнителей Или может быть, ну вот как выбираются Исполнители произведения составлять программу Там и то, и другое Конечно, друзья, которых мы уже знаем И в этом они очень много связаны С оркестром симфонета Рига Они были солистами концертов Оркестра симфонета Рига Или выступали какими-то сольными Или в камерных ансамблях Но одна такая черта Очень ясная Для руководителей фестиваля И для байби И для дирижера Норманда Шнея Который руководит оркестром симфонета Рига Это очень высокое качество исполнения Тут уже никаких Каких-то таких Разговоров о том Что вот кого-то надо просто пригласить Потому что хорошие другие Такого нет Там просто планка очень высокая Високая для этого фестиваля И мы действительно считаем Что это за вес зимний сезон Один из самых-самых лучших камерных фестивалей Что в Латвии вообще есть Как раз ориентированная На камерную, изисканную Очень иногда интимную музыку И так как в Риге нет большого концертного зала Но все-таки в Риге можно Камерную музыку слушать И особенно ее хорошо можно слушать В дзинтере в малом зале Который сейчас работает и зимой Который прекрасно реставрирован В котором очень хорошие Качественные инструменты становятся И вот в этом тоже очень много Из наших гостей выступает Не только в Риге, но и в Юрмале Но если посмотреть программу фестиваля То эти артисты выступают и в регионах И в Далгопилсе, и в Талсисе И в других городах Латвии Где они тоже востребованы А если говорить о большом зале Для академической музыки Насколько эта мечта пока остается недостижимой Когда она может реализоваться И действительно в ней есть потребность Это очень странное положение дел Потому что мы же славимся тем, что мы государство Которое стойко известное в мире Благодаря именно музыке И музыкантам нашим И дирижерам, и певцам И нашим коллективам И нет такого престижного, нормального Я бы сказал, не только престижного Но нормального академического концертного зала Этого вот нет И сейчас опять видно, что этот вопрос отодвинулся Когда это будет, я не знаю Но в этом веке, может быть, будет Но век только начался Хотелось бы раньше, да, чуть-чуть Хотелось бы дожить, увидеть, вообще услышать Потому что к нам приезжают И это сейчас было прошлым летом Очень видно, что к нам приезжает Вот фестиваль Рига-Юрмала Знаменитые такие потрясающие концерты Четыре больших симфонических оркестра С мировой известностью, да Сколько там было еще Ну ладно, камерные музыканты Они выступали именно в дзинтаре В маленьком зале Это было просто прекрасно А вот для этих больших коллективов Опера, там нет этой акустики Хотя баварский оркестр выступал именно там Израильские оркестры И российские национальные оркестры Выступали в дзинтаре Ну, зал дзинтаре, он хороший Может быть, летом И не для всех программ Он все-таки такой летный И зависит от метеословий И как там дождь будет Или ветер будет Или что-то, шторм какой-то еще будет Ну, бывает так, что проезжает мимо машина С какой-то громкой музыкой И там где-то, ну, вот какие-то слышны звуки посторонние И большой гильдии, который, в принципе, там маленький Маленький зал, маленькие вместимости Там только немножко больше, чем 600 мест И там тоже все слышно Вот все шумы старого города И все, что там в ресторане вокруг работает Это все там тоже, это давно уже Большая гильдия отжила свой, как бы, век Как концертный зал Но сейчас он будет реставрироваться И что-то там будет вкладываться Какие-то деньги для того, чтобы Опять как-то его немножко Привести в какой-то более такой Хороший порядок Поскольку действительно нет этого зала Я, когда был на, вот, нескольких концертов Рига Юрмала, я видел, что музыканты буквально Ну, им было очень тесно на сцене Вот зала Дзентери Там приходилось проходить дирижер Очень осторожно, чтобы не опрокинуть пепитры Там, в общем, очень было действительно Чувствовалась скученность такая Да, и там ограниченный репертуар, я бы сказал Я помню, что я сидел в Дзентери Была какая-то непогода Август, была непогода Это несколько лет тому назад играл Кремерата и Гидон Кремер Я только вижу, что они играют Я ничего не слышу Потому что был ветер, шум Что-то там вокруг, где что-то там гудело Какие-то там, такое Ну, абсолютно такое Уже, если выступают артисты такого уровня То хочется слушать их То качество, которое они дают Они просто что-то там Вот мы присутствовали, что вот играл Гидон Кремер на сцене Ничего не слышали Просто увидели, да Ну, это обидно Да Ну, будем надеяться, что все-таки Я не знаю Вот, а слышат ли голоса Людей культуры, все-таки наши политики Потому что я понимаю, что это все-таки Должно быть политическое решение О строительстве крупного зала Может быть, это строительство немножко застряло Тоже в разногласиях самих музыкантов И не только музыкантов Но и больше, может быть, в большей части архитекторов Потому что там тоже Не было такой единой одной точки Где она должна как бы строиться Как бы нашли это место Как бы выиграл проект И опять потом начались разговоры Что это не то И не туда, и не дорого Конечно, все дорого И опять начнем все сначала И вот так уже 15 лет Ну, музыканты в этом не виноваты Хотя, конечно, когда-то Где-то должен появиться человек Который скажет Вот будет так И мы пойдем этим путем А то сейчас все время такие Какие-то Ходы, мысли, версии Будем опять все это рассматривать Будем опять анализировать Начнем опять сначала Вот таким путем и двигаемся Этот человек должен быть из какой среды? Должен быть политиком? Или может быть, деятелем культуры? Чье слово будет весомым и решающим? Я бы очень надеяться Что это будет политик С огромным пониманием культуры Соединение такое Ну, будем надеяться Ну вот, если мы говорим Действительно о фестивале камерной музыки Где он будет проходить И, может быть, о каких-то уже Ну, более конкретных концертах Которые нас ожидают Открывается фестиваль 9 октября Это маленькая гильдия Хороший зал в Риге Для такой музыки Это мы можем Там устраивать свои концерты Мы арендуем этот зал И там выступление молодого Латышского пианиста Дауманца Лепенча Я понимаю, что это имя еще Многим неизвестно Но я уверен Что в таком В дальнейшем развитии И в дальнейшем развитии карьеры Дауманца Лепенча Он станет очень известным Этим летом он победил В конкурсе фестиваль Вербье Это очень высокая планка Ему сейчас открылась везде концерт Он играет в Исландии Он играет в Италии В Румынии Во многих городах И он сразу будет этим сезоном Уже там в Швейцарии Записываться на несколько CD У него сразу пошла Очень-очень Такая напряженная карьера Я бы сказал Но он глубочайший И очень интересный музыкант Которому только немножко За 20 лет пока еще Но это очень глубокий музыкант И я как-то очень верю В его будущее Он будет участвовать в нашем концертном цикле Все сонаты В Лудвиговом Бетховена Этот цикл ведется уже второй год И я планирую до декабря следующего года Когда будет отмечаться 250 лет Су дня рождения Бетховена То сыграть все фортепианные сонаты Все 32 фортепианные сонаты Бетховена Это такой большой проект Камерной музыки И вот в этом фестивале Сейчас, который начинается Вот 9 октября Мы предложили Дауманту Лепеню Его выбор Бетховенских сонат И выбор очень интересный И он играет первую Первую сонату Он играет последнюю То есть 32-ю И одну из среднего периода 15-ю Я думаю, что будет очень интересно И главное то Чтобы мы успели еще послушать его Пока Но он еще доступен Потому что я думаю, что у него Очень бестяще все должно пойти Все такие приметы к тому есть Но получается, что опять мы можем Словно говоря, потерять музыканта Который будет в основном выступать И гастролировать уже за пределами Латвии, да? Ну, я надеюсь, что он будет выступать и в Латвии И я даже думаю, в следующем году С юбилеем Бетховена Тоже предложить ему еще одну программу Бетховенской, поскольку Бетховен Это один из его таких любимых композиторов Он сейчас учится и живет в Стокгольме Но это судьба музыканта Мы же должны радоваться тому, что он стал известен всему миру Чтобы это у него получилось все Может быть, это наша новая звезда Я бы так осмеился бы сказать Ну вот, оценить действительно можно будет 9 октября И это первый из концертов, который открывает фестиваль Дальше 10 октября В Далбал пился И 11 октября в Риге, в Большой Гильдии Концерт вместе с оркестром симфонета Рига И там руководитель всего концерта Как бы дирижер, я бы сказал И скрипач, солист из Великобритании Очень известный, очень интересный Такой неординарный, я бы сказал, скрипач Томас Голд Он уже с оркестром симфонета Рига выступал Он был в Риге Что его характеризует? То, что он очень играет не только классическую музыку Но он играет и джаз на шестистронной электрической скрипке И он очень такой, даже такой провокативный И очень харизматический исполнитель Да, и он может и играть и барокко, и классицизм, и романтику И вдруг что-то совсем неординарное И заказывать новые сочинения композиторам Он связан с многими Такими знаменитыми камерными оркестрами Великобритании И его очень хорошо знают Ему немножко за 30 Но он уже успел сделать очень-очень много И эта программа, которая сейчас будет в Риге Он связывает это с именем Франца Шуберта Там и произведение Шуберта И произведение Моцарта Который был как бы таким любимым композитором Шуберта И посвящение Добринки Табаковой Современного композитора Посвящение Шуберту И в центре всего этого Шуберта Шуберта И скрипка Томаса Голда Я думаю, что очень-очень хорошая программа Говоря про Томаса Голда Мне кажется, что ваш учитель Профессор Валентин Уткин В свое время Вы вспоминали в одном из интервью Будучи в 30-е годы в Париже Играл тоже далеко не академическую музыку Играл буквально чуть ли не в каких-то таких небольших кабачках Томас Голд Он выступает, может быть, не в кабачках Он выступает в академической среде Но делает там самые невероятные какие-то такие Творческие модуляции И как-то привлекает много молодежи этим И вообще публика симфониты Риги Которые приходят на концерт симфониты Риги Это сравнительно очень молодая публика Если посмотреть там в зале И сравнивать, скажем, с концертной аудиторией на Западе Где больше таких среднего возраста И пожилые люди То у нас в Риге Вот в концертах симфониты Риги Там преобладает молодое поколение И это очень хорошо И, конечно, руководство оркестра чувствует Эту ответственность перед своей публикой И у них появляются такие неординарные солисты Которые могут предложить что-то такое Может быть, общеизвестное Какая-то классическая ценность Какой-то совсем уже другой взгляд И вот такой артист, как Томас Голд Он как раз подходит к этому А симфонита Рига В самом деле Получается таким выбором молодого поколения То есть целенаправленно Они каким-то образом себя позиционируют Как музыку Все-таки для молодежи Ну, молодых людей Я так думаю, да Что вы правильно Это точно заметили, да Потому что выбор этих программ Он всегда вот строится На каком-то таких искании новых путей Или вот это какая-то очень ранная Классицизм или что-то Такие музыки, которые очень как бы известны Но они играют с такой очень молодой энергией И другое, конечно, то, что сейчас уже привыкли к этому Что программы симфонита Риги Такие необычные, яркие На очень высоком качестве Очень квалифитативные И это уже как бренд сейчас И мне кажется, что сейчас эта публика приходит уже Даже не зная, что они будут играть И даже, может быть, не разбираются В некоторых там именах или композициях Но они верят тому, что это должно быть что-то хорошее Всегда вот действительно вопрос Как привлечь молодую аудиторию На концерты классической музыки Как это сделать модным? Очевидно, ведь здесь нужно сделать так Чтобы это стало модным среди молодежи Слушать классическую музыку Это нужно сделать стильно И это удается вот оркестру симфонита Риги Так же, как маркетингу Латвии есть концерты Я бы хотел сказать, что они очень успешно Вот это всегда могли продвинуть И это заслуга Чтобы это было стильно, качественно И как бы, может быть, и провокационно иногда Но чтобы это было очень-очень высокий уровень Ну, я еще раз напомню нашим слушателям Что в программе «Культурная среда» Сегодня у нас знаменитый латвийский композитор Артур Маскс Который рассказывает о концертах Латвийск концерты И это осенняя серия концертов Посвященная камерной музыке Мы можем принимать ваши звонки По телефонам 6212-93-9 6213-93-9 Можете писать нам на номер 2-00-6191 Если у вас есть какие-то вопросы Если что-то вы интересуетесь Хотите спросить у Артура Маскса лично И сейчас время, небольшую паузу После чего мы вернемся в студию И продолжим разговор Продолжается программа «Культурная среда» Сегодня мы говорим о осеннем фестивале камерной музыки Который организует латвийск концерты И в нашей студии композитор И программный директор, я понимаю, латвийск концерты Артур Маскс Мы говорим с вами о тех концертах Которые будут в ближайшее время 9-11 октября И еще, я понимаю, два будет концерта В октябре 16-го и 18-го числа Еще 12-го октября А, 12-го? Очень интересный футепианный дуэт Две молодые пианистки Линда Лейне из Латвии И Дарья Маршинина из России Они встретились в Гамбурге Учились там и создали футепианный дуэт И это всегда такое, мне кажется, что-то прекрасное Когда две личности встречаются И вот могут так вместе музицировать Потому что для футепианного дуэта Написано очень много красивой музыки Особенно в романтической эпохе То есть в 19-м, но и в 20-м веке тоже И 12-го октября Это дзинтер и малый концертный зал И там и Шуберт, и Стравинский И латвийский композитор Петер Исваск Раннее его произведение Музыка для двух футепиано Но он специально приехал к ним И отработал вот это свое сочинение молодости Вместе с этими молодыми девушками Я бы сказал, такие вот интересные Что мастер встречается с новыми исполнителями И они очень увлеклись об этой работой И это уже записано на CD в Берлине У этих девушек уже вышло там новое CD И где классика и Петер Исваскс И вот патрон нашего фестиваля Петер Исваскс Будет представлен 12-го октября фортепианным дуэтом А вы не писали ничего для фортепианных дуэтов? Пока нет Да это интересно очень Там две такие ситуации можно программировать Или для двух фортепианов за каждым сидит свой исполнитель Или это четыреручно Конечно, у нас в Латвии немножко проблемы Иногда даже какие-то два очень хороших стайна Поставить одновременно в концерте Но в Зинтере это возможно Но я повторяю, что есть очень много прекрасной музыки Для такого вот дуэта Кстати, ну вот вы сказали, что Получается, что сам композитор Своё раннее произведение Таким образом, может быть Какой-то интерпретации Представит на этом концерте Вот каждый раз, когда вы встречаетесь Вот может быть с дирижерами Которые исполняют ваше произведение Ведь наверняка у каждого есть своё видение То есть вы, условно говоря, как автор пьесы А дирижер как режиссёр, который начинает интерпретировать Потому что я когда слышал, ну вот, например Ваша танго для оркестра Оно звучало вот в разных, в разном исполнении Совершенно по-разному То есть вот чувствуется, что каждый что-то начинает находить Где-то своё, где-то темп, где-то громче, тише Какие-то вещи Вот как вы относитесь? Ведь музыка у вас звучит в голове Совершенно, наверное, по-другому, чем она звучит Музыка, она конкретно, в каком-то смысле Она зафиксирована в нотах И там зафиксированный темп И какие-то динамические отъёмки И то, что называется тоже фразами, штрихами Там очень многое отмечено Но всё равно каждый внесёт что-то своё Это мне всегда безумно интересно Я могу иногда внутренне не соглашаться Но я никогда, может быть, не буду такой упрёк делать Исполнительную, что вот это совсем не то Так не бывает Всё-таки он увидел там что-то, чего, может быть, я даже не разобывал Но иногда это настолько близко к тому, что я сам чувствую Что я просто шокирован вот таким каким-то глубоким проникновением в это сочинение Но это в тех счастливых ситуациях, действительно, когда произведение исполняется много раз И когда там разные интерпретации можно уже сравнивать И с танго у меня так и есть Я даже не посчитал, сколько дирижеров там было Но уже больше двадцати точно И многие из них такие очень-очень известные и очень хорошие дирижеры А исполнители, с которыми вы постоянно сотрудничаете Я знаю, что вот Ксения Сидорова довольно часто исполняет ваши произведения Это вот есть ли какие-то, ну, не хочется говорить, любимчики Но музыканты, которым вы с большим удовольствием доверяете своему музыку? Конечно, конечно, есть музыканты, которых чувствуешь своей душой И которых любишь И Ксения Сидорова одна из них И я сейчас приступаю к новому сочинению для Ксении и большого оркестра Премьера которого назначается в июне Я должен это сейчас и осенью, и зимой, и, может быть, ранней весной закончить Вот написать Это концерт для аккордеона с оркестром Это очень большое сочинение И я чувствую большую ответственность перед ней И что она доверилась мне И хочет, чтобы я это написал То есть заказ идет от ее прямой инициативы И что она будет первым исполнителем Но, с другой стороны, конечно, я очень волнуюсь, как это все будет И аккордеонных концертов с большим оркестром Не так уж много в мире вообще-то Потому что это очень сложная такая акустическая ситуация Ну, посмотрим Но мне, конечно, очень-очень интересно Держим кулаки, ждем премьеры с большим нетерпением Тогда будет прекрасный повод еще раз, может быть, встретиться уже Поговорить об этой премьере 16 октября будет Брамс, я понимаю, на концерте Да, это аккордеонный квартет, который у нас уже известен Это руководитель этого квартета Это пианистка из Латвии, которая очень много играет в Европе Диана Кэтлера, она живет в Лондоне Но она много выступает именно в камерных ансамблях Мы знаем ее выступления с Ингой Калной Мы знаем ее сольные вечера Мы знаем ее с разными камерными музыкантами В дуэтах со скрипкой, с пианчелем Вот сейчас она приезжает своим раро-квартетом Играет две классические такие большие сочинения камерной музыки Это Брамс и Форре Два великих классика Брамс немецкой музыки, Форре французской музыки Это XIX век, вторая половина XIX века И Форре, кажется, немножко уже не XIX Я сейчас точно не припомню сочинение Это год сочинения этого, но он принадлежит, конечно, к романтической традиции И уже несколько раз этот ансамбль выступал Энсамбль Раро в Латвии И будем его ждать, каких-то таких вот известных уже и зрелых мастеров И 18 октября опять я вижу Шуберт Который проходит просто красной нитью через программу фестиваля Шуберт, да И какой-то красной нитью проходит и Франция И 19 октября Дзинтер и маленький зал Хайден, Барток и Шуберт И квартет Модельяны Это очень интересный, ну сравнительно еще молодые музыканты, французы Все закончившие Парижскую консерваторию в 2003 году То есть 16 лет тому назад у них сейчас 15-летний юбилей этого квартета А там немножко изменился тоже состав Несколько лет тому назад Но в принципе это такие очень увлекательные еще молодые люди Которые назвали свой квартет Очень интересно Обычно называют там именем композитора Или, скажем, квартет Бородина Или квартет Бетховена Да, но российские знаменитые квартеты Они назвали Общей страстью их оказалась Живопись Амадео Модельяны Французского классика модернизма Да, или модерниста Да, гениальнейшего живописца Да, и назвали именем его И играет по всему миру У них сейчас вот этот 15-летний юбилей Они выступают в этом сезоне И в Соединенных Штатах Америки И в Южной Америке И в Игмархолл В Лондоне И в Японии И в Берлинской филармонии И в Кельне И это такая Уже одна из самых таких вершин Квартетного ансамбля Сегодняшнего дня мира вообще И программа очень-очень интересная Там рядом с классиками И Хайгайденом и Шубертом Третий квартет Квартет Белый Бартук Это один из таких Очень трудных сочинений Великого венгарского модерниста Самого, может быть, известного Венгарского композитора 20-го века И вот будем ждать, как это Квартет Мадельяна и как это сделает И еще один француз 20 октября В доме черноголовых В 18.00 Французский Венчаист Жан-Гиен Кейрас Один Соло Без пианиста Без него Будет играть Сольный свит Йоганна Себастьяна Баха И современные Такие Я бы сказал Контемпори Такие композиторы И Памидер Куртак И Джонатан Харви И Чхидоно Даир Может быть, это Риги менее известные имена Но этот венчагист очень хороший Это Сейчас в программах Мецо В французских Телевизионных программах Его часто можно увидеть В разных ансамблях Или там С фортепиано вместе Или Одного Как он вот сейчас Он очень смелый Да То есть Одна виоланчель Без вечера только один Миланчель на сцене Да Но он сам говорит Что он С удовольствием играет И Классицизм И барокко И абсолютно На современную музыку Потому что Ему было бы скучновато Оставаться В какой-то Одной Какой-то Вот стилистической Такой На таком одном Стилистическом пути Что ему интересно Двигаться все время И что-то искать новое И какие-то Контрапункты искать И все это, конечно На очень высоком уровне А много ли произведений Вот для Виоланчеля соло Написано Азбука Как бы Йоганн Себастьян Бах Это вот Самые-самые А потом Да Но есть Оказался Есть Как раз У знаменитых Виоланчелистов Которые Сами были И Исполнителями Но Таких Очень известных После Баха Я бы не назвал Там Может быть Вот Уже Больше В музыке 20-го века Баха Как редкий концерт, возможность услышать одну виолончель сольно, без сопровождения оркестра. Да, но вот когда это можно еще услышать, это когда приезжают какие-то мировые известности виолончелистов. Скажем, когда-то приезжал Ростропович, да, и тогда, когда он сыграл концерт с оркестром какой-то, то он от бис, а он играл какую-то, что-то из баха, да, какую-то зарабанду, да, или вот такой виолончель соло, да. Но виолончель настолько похож, какая-то там есть соединение с человеческим голосом, ведь когда, такая легенда о Шаляпине, когда он прислушался близко к корпусу виолончели, и ему спрашивают, что вы там делаете, так близко вот наклоняясь к этому инструменту, он говорит, я учусь петь. А этот французский виолончелист Кейрос, он, я тоже отметил, что он говорит, виолончель – это поющий инструмент, и наш модель – это певцы. То есть там есть какой-то такой коннекшен, какое-то соединение, и вот каждого из этих концертов я жду с большой нетерпимостью. Но ведь вы же тоже много пишете для хора музыки, то есть как раз для голоса получается, да, то есть это можно сказать? Да, один из самых таких моих любимых коллективов – это латвийский радиохор, с которым я как-то связан с его в своей жизни, и сейчас связан с ними. Ну, для других хоров, конечно, тоже у нас в Латвии прекрасные, композиторы Латвии, они в прекрасной ситуации, потому что такие возможности для хоровой музыки и для самого высокого такого уровня, я не знаю даже, где еще, композиторам такой рай. А еще я читал о том, что вы не только для музыки хоровой, но и на других языках, и это, в принципе, литовский, эстонский, английский, и даже на латыни. Латынь, да, это латынь уже как бы привычный язык для духовной музыки, для литургической, или, скорее всего, для музыки, которые исполняются вот в церквях, но которые связаны с литургической тематикой или религиозной тематикой. Я такое писал и на русском, мне это очень интересно, поскольку, мне кажется, что каждый язык несет в себе какой-то код мышления, код ощущений, код культуры, и это богатство. И чем больше человек может почувствовать какой-то другой язык и почувствовать это через музыку, тем лучше. И, конечно, Шуберта надо петь на немецком, и, конечно, Чайковского надо петь на русском, и Дебюсси надо петь на французском, и Бриттена надо, и Персела петь на английском. Это, само собой, понятно, поэтому я люблю вот такие мультикультуральные ситуации, когда там могут соединяться самые разные эпохи и самые разные мышления людей, и искать, что их объединяет. Объединяет их чувства, объединяет их какой-то более высокий человеческий, какие-то достоинства и качества. И это через музыку можно попытаться передать, что мне интересно. Ну вот у нас уже передача потихонечку идет к завершению, но вот этот год был достаточно таким печальным в связи с... Ну вот уходят из жизни известные деятели культуры. Вот Андрей Жагарс, я знаю, что вы, в принципе, были очень достаточно дружны с Андреем Жагарсом, и вам ведь даже предлагали должность председателя правления в своё время в национальной опере, который оставил, ну, вы были вынуждены оставить Жагарсом, и вы отказались. То есть это был поступок, ну, вот из дружеских чувств, или... Да не только, я просто чувствовал, что это место его с таким качеством, и такой силой, и такой энергией, как он владел этим, это мне больше, вот, может быть, надо силы отдать как раз сочинительству и композиторской работы. И в то время у меня были очень серьёзные заказы тоже для... И из оперы, и самого оперного театра заказ. А я тут думаю о оперу Валентина. Но с Андреем мы были такие очень хорошие друзья с ранней молодости, больше, чем 40 лет. И я очень, как он сам говорил, что я воспитывал его как музыкальное чутьё, потому что я много в его молодости ему дал именно слушание музыки, и много информации, и много такого культурного общения. Мы ехали по концертам, по спектаклям, где-то и в советское ещё время, и потом, после 90-х годов уже больше, и на Западе очень много слушали. А Андрей очень развивался, он был настолько любопытным, и он был настолько всё, хотел знать всё, хотел узнать и побывать везде. И эта жажда жизни в нём просто была ключом, это было что-то невероятное. И, конечно, очень грустно, когда уходят такие люди. И вот у меня будет 22 ноября премьера с Бостонским Симфоническим оркестром нового произведения под управлением Андриса Нелсона. И я это сочинение посвящаю Андрею Жагарцеву. — В 70-е годы, когда Вы приехали в Ригу, что это было за время? Были ли какие-то места, которые считались богемными, где собиралась интеллигенция? Насколько, может быть, Вы вспоминаете сейчас это время, так сказать, ностальгии? — У меня, может быть, не было такой тяги, такой богеми интеллигенции. То есть вот там, где это одно поколение старше меня, вот там, где Иман Каунынч, и Майя Дабака, и Мара Тимила, вот эти, собирались, там я был слишком для них подросток ещё неинтересен. А потом я уже, ну, у меня не было таких ни средств, таких, и всегда хотелось как-то и не увлекаться такой особой богемой, но и работать. Поэтому я, эта богема всегда была в каких-то более узких кругах, в каких-то небольших кругах. Но то, что связано вот с студенческим временем, то есть когда я учился в консерватории, это там, вот этот период очень уже связан с Андреем Жагарсом, действительно. Он учился в актёрском, мы были очень тесно, как-то дружили, и слушали много тогда пластинок вместе, ходили на концерты, я помню, что ходили на концерты, все это слово Рихтера, скажем, доставали как-то там билеты на это, что совсем нелегко было. И ездили там в Москву, в Ленинград на какие-то выставки, на концерты. Вот это уже, это такая богема была тогда. А такой, как бы, таких кабачков. У меня в молодости не было так много. А сложно было достать билеты в то время на классические концерты, действительно, такого уровня, когда звёзды приезжали? Ну вот когда, я помню, что приезжал Светлова Рихтер, и мы с Андреем, мы были молодыми, нам было немножко за 20. Мы менялись ночью в этой очереди, в большой гильдии, да, приходили с термосом, чтобы совсем не замёрзли, да, с горячим кофе, и там дежурили просто. Вот три часа один потом приходил. Он стоит три часа, потом прихожу я, он пошёл поспать. И так вот, да, там не было уже интернета, и всего то, что сегодня там привычно, как покупать билетов, да. Тогда надо было там отметиться и стоять в этой очереди. И утром где-то в 11 часов открылась касса, и мы счастливее купили каждый по две билеты. Больше не давали. Только два билета? А в Москву, в Ленинград, когда вы ездили на какие-то выставки или концерты, это что это было? Две такие выставки у меня очень остались в памяти. И это благодаря фактически совету Андрея уже тогда. Мы поехали на выставку «Москва-Париж», которая была в 1980 году. Это всемирная такая большая выставка была, которая была в Москве и потом в Париже. Там было представлено и русское, и французское искусство, и живопись, и порцелан, и фарфор, да, и рисунки, и всякие артефакты того времени необъятного какого-то масштаба. Это было впервые так. Мы приехали тогда в Москву, это тем летом, очень жаркое лето было, тоже стояли там очереди, как-то там попали в музей. А второе, что я запомнил, что тоже мы с ним ехали, это 87-й год на выставку «Столетие» Марка Шагала. Это тоже такое крупное событие было. Ну, было еще. Может быть, давайте вот две такие, «Москва-Париж» и «Марк Шагал», вот это осталось, помню. Я тоже ходил, я тогда был студентом в Москве. Да, вот это я помню, мы с Андреем тогда приехали специально. Ну, мы уже не были студентами, нам было уже 30 лет. Мы уже работали в театре, да, но поняли, что туда вот надо, это надо увидеть. Ну что же, еще раз напоминаем, что Латвия с концерта организует осенний фестиваль камерной музыки. Следите, заходите за расписанием концертов. А сегодня о самых интересных музыкантах, о программе нам сегодня рассказывал латвийский композитор Артур Маск. Большое вам спасибо. Спасибо большое. До встречи.